Можно ли сбросить 5 сантиметров талии за 10 дней? На самом деле это для меня был тоже эксперимент. Я хотела показать, что за счет только правильного питания возможно достичь таких результатов, не используя при этом физическую нагрузку, какие-то аппаратные методики, а вот просто взять программу питания, идти по этой программе и получить такие результаты. Я в конце расскажу, какие результаты мы получили, но сейчас подробнее об этом эксперименте. Я взяла 4 девушки. Одну девушку в возрасте 20 лет, лишних килограмм у нее было около 10, никаких проблем со здоровьем нет, обычная девчонка, которая набрала и хотела бы похудеть. Вторая девушка, она после родов, набрала 10 килограмм. То есть во время беременности она прибавила вес, как только родила вес этот за месяц ушел, а как началось грудное вскармливание, она прибавила 10 килограмм за очень короткий промежуток времени. И сейчас, когда уже закончилось ее грудное вскармливание, она сбросить вес вообще никак не может. Никакие методики ей не помогают. То есть один из самых таких сложных случаев был именно у нее. Возраст 35 лет. И что самое сложное, так как у нее маленький грудничок, она ничего не успевает. Третья девушка, ей 40 лет, она имеет трое детей. Естественно, она тоже ничего не успевает, но дети уже взрослые. И надо убрать всего лишь 5 килограмм. Рост метр 65, вес 65 килограмм. То есть она в абсолютной норме. И вот в этой норме надо стать меньше на 5 килограмм за очень короткий промежуток времени, не нанося никакой вред здоровью, только при помощи здорового питания. Это тоже задача не из легких. И последняя девушка. Больше ей 45 лет. У нее также вес в абсолютной норме по отношению к росту. И только не нравится нижняя часть туловища. Область галифея, низ живота. И у нее задача была также убрать сантиметры за короткий промежуток времени. Итак, что мы делали? В первую очередь я дала перечень анализов, которые нужно сдать для того, чтобы девочки определили базовое состояние своего организма. Мы проверили в первую очередь гормоны. Мы проверили дефициты. И проверили базу. Это общий анализ крови. Дальше. Каждой девушке я дала определенную систему питания, исходя из их состояния. К примеру, Юля, у которой практически все было прекрасно со здоровьем, у нее было просто сбалансированное питание, в котором был дефицит калорий, было больше свежих овощей, воды. И она ела белок в основном легкий. То есть в формате рыбы, морепродуктов, сыра, яиц. Такого варианта, как говядина, например, красного мяса у нее не было. Это единственная такая особенность, была индивидуальная, что она его не любит. Это первая девушка. Вторая девушка Лена. Вот это та, у которой прибавка была после родов. И, в общем, у нее была сложность в том, что были в анализах несколько проблем. Первая проблема связана с дефицитом железа. Вторая проблема с дефицитом витаминов группы В. И третья с дефицитом витамина Д. И плюс к этому ко всему еще низкий уровень белка в крови. Вся эта картина не дает возможности человеку адекватно снижать вес, потому что ее срывает. На силе воли она может быть неделю, а потом она вступает в зажор. Потом опять она собирается, прощает себя за срыв. И снова начинает держать диету. И только при мелких возможностях эмоциональных качелях или как появилась какая-нибудь дома шоколадка, снова диета нарушена. И вот пока мы не закрываем дефициты, потому что организм пытается компенсировать едой, вот недостаток железа, витамина Д, витаминов группы В. Тем более при дефиците витаминов группы В возникает такое состояние, как проблема с эмоциями. И эмоционально шатает. То есть в один день можно быть веселой, грустной, и это вызывает обжорство, это вызывает заедание эмоций. Поэтому один из таких факторов — это проблемы с витаминами. И она начала их прием, и уже в первые дни почувствовала, что ее уже ни на что не тянет, ни на сладости, ни на какие-то копчености. То есть нет этого расстройства пищевого поведения, которое у нее было до этого. Третья девушка — Настя. Возраст 40 лет, она в норме, в ее анализах. Есть проблема с дефицитом витаминов группы В, низкий уровень белка и высокий уровень холестерина. Я выстроила ей питание таким образом, чтобы она получала оптимальный уровень белка, и он у нее хорошо усваивался, плюс дополнительно она пила витамины для того, чтобы ее так же ни на что не срывало. Потому что в питании было очень сложно отказаться, тем более она живет в Армении, еда там вкусная, и было правда тяжело не есть за компанию такие классные вкусные блюда, которые ест вся семья. Особенно ей было сложно не доедать за детьми какое-нибудь вкусное блюдо. И последняя участница в возрасте 46 лет, в ее анализах был только высокий уровень холестерина. Все остальные показатели в абсолютной норме. Я выстроила ей то питание, которое будет идти на понижение холестерина, то есть мы начали следить за жирами и способом обработки еды, то есть мы убрали жареное, убрали гриль, и в основном она пользовалась только отварным вариантом мяса или тушила овощи, или готовила в мультиварке, в пароварке. То есть не было никаких вариантов фритюра и так далее. То есть мы очень сильно начали следить за холестерином. И второе, я ей прописала препараты, которые уровень холестерина будут понижать. Обычно на высоком холестерине очень хочется есть больше соленую еду, жирную еду, и плюс к этому ко всему еще и повышается уровень гормона лептина, который напрямую влияет на жиросжигание, поэтому мы внимательно должны относиться к холестерину, если он высокий. И, кстати, вот у Лены он был тоже высокий, та, которая после родов, но это абсолютно нормально. Несколько месяцев, и даже, может быть, около года, уровень холестерина высокий, и это нормально, потому что холестерин во время беременности повышается для того, чтобы адекватно формировались оболочки головного мозга, и поэтому это норма. И мы сильно не придираемся к мамочкам после родов, в течение первого года после родов, что у них высокий холестерин, так как это нормально. Как только девочки получили меню, они начали его соблюдать, и что произошло? Оно было для них очень легким, то есть они наедались, они даже не доедали, и у них была какая-то безумная сила воли, а она была связана в первую очередь с тем, что питание было идеально подобрано, все витамины они начали принимать с первого дня, и третий важный фактор – мощная поддержка. И моя, и они поддерживали друг друга, потому что многие недооценивают тот фактор, что как мы начинаем снижать вес, я просто прочитаю что-нибудь на ютубе или какой-нибудь диету в интернете, и у меня уже все получится, а что там, не ешь просто, и все. Но это, если было бы так просто, мы все бы ходили худые и здоровые. Но на самом деле здесь нужно разбираться с анализами и детально подбирать то меню, которое подойдет именно вам. И плюс еще нужно поддерживающее окружение, либо это может быть один человек, подруга ваша, которая рядом с вами будет худеть, и вы будете делиться результатами. Или наставник, например, врач, я, который также будет вам помогать снижать вес. Поэтому общество однозначно решает и помогает. А теперь результаты. Самый первый результат у Юли, той, которой 20 лет, у нее всего было потеряно 2 килограмма и 3-4 сантиметра в объемах. Это же прекрасно. Вторая девушка Лена, и здесь абсолютный рекорд. Я такого сама не ожидала. Она потеряла 7 сантиметров в объемах за 10 дней. Не, ну это шок, конечно. Вы это видели? Я думала, что уйдет сантиметра 2, ну 3 максимум, буду стремиться к 3 сантиметрам. А тут получается целых 7. 7 сантиметров в талии ушло. Ребенок зовет. Мамочка, которая ничего не успевает, вес у которой только растет, вот что значит подобрать питание по анализам крови. И что значит выстроить ту систему, которая дает возможность не срываться, потому что она пьет определенные витамины, которые ей помогают это делать. Дальше Настя. Она приступила позже, чем девочке, на 2 дня, и она по сути неделю одну худела, и у нее ушло за неделю 3 сантиметра. Но напомню, она в абсолютной норме, у нее нет лишнего веса, она просто хотела стать чуть поменьше. У нее всегда вес был 60 килограмм, а в Армении случился 65. И поэтому за этот маленький промежуток времени, за недельку, она уже получила минус 3 сантиметра в объемах. И последняя участница, той, которой 46 лет, потеряла 1,5-2 сантиметра в объемах, в частности, в нижней части туловища, то, что она хотела, и она тоже была довольна. Поэтому, друзья, вывод следующий. Соблюдаем три фактора. Первое. Сдаем анализы. Какие конкретно надо сдать анализы, вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю обязательно. Второе. Обязательно нужно выстраивать то питание, которое подходит именно вам. Не только по анализу, но и по вкусу, чтобы вы все успевали, чтобы она вам нравилась, эта еда, она не казалась вам пресной. Если вы очень любите, например, красное мясо, но при этом, при всем, у вас нет понимания, как его применить, и так, чтобы вес не рос, если, например, высокий уровень холестерина, мы реально сокращаем мясо. Начинаем его есть чуть меньше. И поэтому вот в этих моментах поможет диетолог сделать вкусное блюдо, при этом, чтобы не отказываясь полностью от тех продуктов, которые вам нравятся. И третье. Это поддерживающее окружение. Не окружайте себя теми людьми, которые также стройнеют, или уже стройные, которые готовы вам помочь. Желаю всем крепкого здоровья. Я думаю, эта история с реалити вас вдохновила. Поэтому всегда можно посмотреть на человека, который достиг результата, и задать себе вопрос, а я чем хуже? У вас точно все получится. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...